Пару дней назад мне удалось увидеть одну из самых больших сходок агрессивного клана в Японии, который называется Босузоку. Поэтому сегодня я вам не только расскажу о этом необычной субкультуре японской молодёжи, но и также покажу, как они развлекаются. Босузоку Всем привет! Снова с вами Евгений, и это канал Чаполинка. Жизнь в Японии. Если вы здесь первый раз, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные видео о Японии. Ну а сегодня мы поговорим о Босузоку. Мало кто из живущих за пределами Японии знаком с этим названием. Возможно, те, кто интересуется японскими автомобилями, они более-менее слышали о Босузоку. Что такое Босузоку? Босузоку, если дословно переводить, это агрессивный гоночный клан. Это японская молодёжная субкультура. Босузоку появились в начале 50-х годов, после Второй мировой войны. Пик популярности данной группировки был в 1982 году. Тогда количество людей, участвующих в данной молодёжной субкультуре, насчитывалось около 43 тысяч. Но потом, благодаря активной участию правительства и японской полиции, количество участников снижалось. И сейчас, на данный момент, количество участников в Босузоку насчитывается не более 8 тысяч человек. Давайте немного расскажу вам о истории появления. Почему именно данная агрессивная такая субкультура молодёжная появилась после Второй мировой войны? Затинщиками её, можно так сказать, являлись японские военные. После Второй мировой войны они были в таком подвешенном состоянии, у кого-то были травмы. И решили, наверное, выплюснуть свои эмоции через создание какой-то своей такой субкультуры. За основу была взята на то время популярная американская такая субкультура, называется Greasers. И мотоциклы у Босузоку, кстати, взяты и сделаны по примеру американских чопперов, которые тоже были популярны на то время. Что же касается одежды, аутфита участников агрессивной группировки Босузоку, так, у них есть, можно сказать, две юниформы. Первая – это такой рабочий, свободный комбинезон. Вторая, более, наверное, крутая – это кожаная куртка, такие более-менее обтягивающие штаны, тоже взятые, я думаю, из американской культуры, и высокие кожаные ботинки. Также, помимо этого, они носили каски, и многие одевали специально маски. Тогда не было ни карантина, ни вирусов, ни аллергии, я думаю. Просто, наверное, чтобы скрывать свое лицо, они одевали маску. Была также небольшая символика. И у некоторых из них, кто все же не носил каски, была повязка с японской символикой, с японским военным флагом, милитаристическим, если я не ошибаюсь. И вот в этом аутфите они собирались и развлекались. Давайте теперь подробнее пройдемся по их мотоциклам. Мотоциклы у них особенные, такие по виду даже смотришь, они выглядят необычно круто. Давайте сначала руль. Руль форма, как я уже говорил, взята от американских чопперов, такая вот изогнутая. Конечно, у американских байкеров был руль такой высокий, здоровый, но японские ребята из группировки Bossuzoku решили сделать его пониже и таком изогнутым. Хотя я сейчас, когда видел сходку большую этих ребят, у них были довольно, у некоторых высокие рули, которые, да, были очень сильно напоминали американские чопперы. Дальше у них сделана такая специальная спинка, очень длинная. И самое главное отличие мотоциклов данной группировки, это их шум. Они ужасно шумные. Как они это делают? Они просто отрезают выхлопную трубу, чтобы прям шум, стучащий, громкий, с двигателя выходил наружу и все вокруг. Слышали, что ребята катаются и развлекаются. Для усиления звука, шума мотоцикла ставят небольшую такую выхлопную трубу, по форме, наверное, такого конуса рупора, чтобы звук еще больше, громче раздавался по всей территории района, где они катаются. Здесь, конечно, у вас может возникнуть вопрос, почему полиция и вообще правительство позволяет им шуметь. Неужели нету никаких стандартов? И здесь у мотоциклов в Японии есть такая небольшая особенность. Мотоциклы с объемом меньше 250 кубических сантиметров, им не нужно проходить техосмотр. Поэтому никаких стандартов, никаких претензий к ним нет. Если вы там покупаете какой-нибудь крутой байк, Harley-Davidson или еще, то есть мотоциклы более мощные, с большим объемом двигателя, то вы проходите техосмотр, как и автолюбители, как и автомобили. И там, конечно, проверяют и звук, и выхлопы, и состояние. А вот мотоциклы с объемом ниже, 200 или 250 кубических сантиметров, там никакого техосмотра нет. И поэтому претензий к шуму тоже нет. Так вот, как я вам сказал, данную группировку, боссо-зоку, субкультуру, создали бывшие военные. Но благодаря вот этому их аутфиту, который был похож на американскую субкультуру Гризерс, они выглядели круто, кульно, можно так сказать. И японская молодежь в 70-х годах начала интересоваться данной субкультурой. Поэтому количество участников в данной группировке росло с большой скоростью. Со временем, когда в 80-х годах данная субкультура набрала большую популярность, около чуть более 40 тысяч человек принимало участие, у них, кстати, были определенные правила. Со временем, из-за того, что они набрали силу, они начали как-то соединяться и принимать участие вместе с японскими якудзами. То есть из обычной такой байкерской тусовки это превратилось в большую, очень мощную группировку. И, конечно же, японские мафиози не могли пропустить возможность использовать данное большое влияние для совершения своих определенных дел. И данный фактор повлиял на то, что в конце 70-х, 80-х годах группировка Босузоку уже получила более такой негативный образ и с тем, что многие из их участников имеют связь с японской мафией, с якудзой. Ну и в те самые 70-е, 80-е годы начались более такие частые столкновения участников субкультуры Босузоку с полицейскими. Байкеры могли ездить, нарушать правила, кружить, даже участвовать в небольших таких столкновениях с полицейскими. То есть они кружили, не позволяли себя поймать. Ну а японские полицейские, они с давних времен довольно мягкие, наверное, после Второй мировой войны. Они мягкие и, в отличие от американских полицейских, не стреляют и не особо принимают физическую силу. То есть стараются, как минимум, меньше нанести вреда противнику, можно так сказать. Поэтому данные байкеры из Босузоку довольно агрессивно себя вели и дразнили полицию, отмахивались, даже махали палками. То есть очень много таких эпизодов. Байкеры могли нарушать правила гонять, ездить на красный свет, не останавливаться, когда их останавливает полиция. То есть были такие беспредельщики, которые носили маски. Опознать их было сложно, и номера на мотоциклах они изгинали специально так, чтобы полиция не могла понять, что это за мотоцикл. Потому что в основном на мотоциклах Японии табличка с номером стоит сзади мотоцикла. И когда они начинали свою развлекаловку, они просто вот так изгибали номер, номерной знак, чтобы его не было видно. И таким способом гоняли. Но к концу 80-х, 90-х годов популярность данной группировки снижалась. Во-первых, среди общества уже было очень большое такое негодование и негативное отношение к боссу Зоку, такое же, как и к мафиозникам. Поэтому к ним относились так очень плохо. Да, в Японии очень плохо относятся, в японской мафии. Как бы её бояться, но это что-то вроде люди из низшего сорта. Поэтому популярность боссу Зоку начала снижаться. Наверное, вторая причина, потому что в конце 80-х, в 90-х годах у японской молодёжи начали появляться развлечения. Появилась различная электроника, игры, манго, аниме, мультики. Поэтому, я думаю, всё меньше и меньше молодёжи смотрело в сторону байкеров, а больше смотрело в сторону игр и развлекаловки. И, кстати, на тот момент полицейских не было никаких особо возможностей бороться с боссу Зоку. И только в 2004 году правительство Японии приняло закон, позволяющий наказывать боссу Зоку за их агрессивное вождение. Да, до 2004 года полиция просто ничего не могла сделать байкерам за их агрессивную езду по обычным дорогам. А ездят они по особенному. Давайте именно про их езду. Как же проходят сходки группировок боссу Зоку? Это был обычный выходной день, суббота. Мы из Йокугамы направлялись к горе Фуджи и заехали на паркинг Эбина. Ну, потому что это крутой паркинг, там есть всё, можно и покушать, позавтракать, купить кофе в Старбакс. И вот мы, когда выходили из Старбакса, услышали ужасный такой гул, шум на парковке. Такое ощущение, что, не знаю, там, американские истребители вдруг приземлились тут на парковке, купили Старбакс и вот собираются взлетать и лететь дальше. Вот такой вот гул стоял. Конечно же, у меня всегда есть камера. Я быстро схватил камеру и пошёл в сторону звука. И я увидел огромное количество мотоциклов в группировке Боссу Зоку. Часть из них начинала уже выезжать. Рядом стояло пару грузовиков японских военных, которые двигались в сторону тоже Фуджи, потому что у них там большая такая японская база около горы Фуджи. И они там тоже стреляют, время от времени слышны выстрелы, как они тренируются. И рядом с ними тоже стояла полицейская машина, которая наблюдала за Боссу Зоку. Количество мотоциклов там огромное. Я не знаю, наверное, если примерно сказать, то, наверное, может 100-150, может даже 200. А потом дальше, когда я выйду на машине и рядом с ними проедусь, вы увидите, сколько их там было. Так вот, они заняли очень большую территорию на парковке и начали потихоньку все выезжать. Шум, конечно, стоял очень такой громкий. Мотоциклы у всех крутые. Там и девушки, парни, даже некоторые с детьми приехали на этих мотоциклах. У всех у них похожий наряд, как я уже сказал, комбинационный. Или такие облегающие штаны с ботинками и с кожаными куртками. И самое, что интересно, группа, которая стояла рядом с полицейскими, она никуда не трогалась. Все мотоциклисты уезжали, и только небольшая группа из, наверное, 10-15 байкеров, членов группы Боссу Зоку, стояли и наблюдали. Я так понял, что главная их цель была, чтобы вся эта главная группа уехала, а полицейские, чтобы за ними не поехали. То есть полицейских, я думаю, у них приказ дождаться, пока все выйдут с парковки, проследить, чтобы не было никаких инцидентов. Так вот, вот эта небольшая группа стояла и тормозила полицейских. Ну, а полицейские стояли и ждали, пока все выйдут. И когда вся основная масса выехала, я тоже сел в свой автомобиль и попытался догнать эту основную группу. А та маленькая группа все так же и осталась и тормозила полицейских, чтобы они не мешали развлекаться основной группе байкеров и ездить так, как они ездят. Мне повезло, нам получилось догнать основную группу байкеров, несмотря на то, что из-за них движение немного замедлилось. Но они всегда едут по крайней полосе. И главное отличие их вождения, это то, что они начинают вот так вот сильно вилять. Это первое. Второе, они начинают очень громко газовать. У них даже есть такой определенный ритм, музыка. Давайте просто вы посмотрите, как мы проехали мимо этой большой группировки. Возможно, кто-то из вас даже посчитает, сколько мотоциклов там было. Ну и посмотрите, как выглядят у них мотоциклы и как они гоняют по скоростным дорогам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 12 лет в интернете найти информацию когда где они собираются так я и не получилось у меня не получилось поэтому мне случайно удалось заснять этот момент пишите в комментариях что вы думаете о этой субкультуре к сожалению или для кого-то к счастью количество участников снижается и возможно когда-то просто она исчезнет но это также часть японской культуры как японские мафиозники якудзе боссу зоку татуировки и если это исчезнет будет конечно немного грустно потому что то как они выглядят какие у них мотоциклы это конечно круто несмотря на то что они создают дискомфорт японскому обществу днем они гоняют это круто но иногда бывают одни из них такие тормозные ребята ночью могут гонять по району по спальным районам и будите местных жителей если вы не подписаны на мой канал подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео и увидимся с вами в следующем видео всем пока удачи удачи Продолжение следует...